В студии прямого эфира Максим Кис, начальник дирекции дорожного движения Перми, и мы говорим о платных парковках. Максим Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на своем деле информация по поводу стоимости платных парковок появилась еще где-то пару месяцев назад. И вот как можно вообще оценить эту стоимость, 10-20 рублей, с учетом, что сейчас и рубль падает? Откуда взялась такая цена? Вы знаете, цена формировалась из трех факторов. То есть это те идеи, которые заложены в методику, предложенную депутатам. Значит, суть в следующем. То есть, с одной стороны, если человек стоит на дороге и стоит весь день, мы считаем, что ему должно быть дешевле парковаться не на автомобильной дороге, а на внеуличной парковке, на внеуличной стоянке. И отсюда рождается минимальная стоимость 10 рублей. Есть максимальная стоимость, она, надеюсь, у нас достигнута не будет, это половина штрафа, так скажем. То есть вот штраф, который в закон Перевского края закладывается за неоплату парковки, это будет 1000 рублей. Мы исходим из того, что если человек не оплатил парковку, штраф для него должен быть существенным. И оттуда появляются верхние границы. Ну а самый главный принцип, мы бы хотели вывести стоимость таким образом, чтобы занятость парковок в центре в пиковое время было 80-90%. Что это значит? С одной стороны, человек приезжает на парковку и всегда есть 10-20% свободных мест, то есть всегда можно припарковаться вблизи цели своей поездки. С другой стороны, парковки не пустуют, значит, людям они доступны, значит, общественное пространство используется эффективно. Ну, соответственно, и заполняется цена, правильно? То есть как только парковки 80-90% вы сказали, да? Соответственно, идет цена. Идея такая. Если заполняемость выше, чем 90%, цена подрастает. Если ниже, чем 80%, цена падает. Давайте теперь вот о чем поговорим. Идея вообще платных парковок, она для чего сделана? Чтобы все-таки дисциплинировать водителей или все-таки побороть пробки? Что важнее? Главная задача, если упрощать, то, конечно, второе. То есть речь идет о том, что на улично-дорожной сети нет возможности предоставить всем водителям парковочные места. И в перспективе по мере роста количества транспорта такой возможности не появится. И это не смог сделать, честно говоря, ни один город в мире. Даже самые богатые, самые автомобилизированные. Вот. Поэтому самая главная задача в том случае, когда у нас вот этот ресурс парковочный ограничен, распределить его справедливо. Ну, собственно, вот идея в том, что на улице парковки для тех, кто приезжает ненадолго, а те, кто паркуется весь день, паркуются за пределами дорог. Регулятор цена. Ну, вот есть пример с улицы Луначарского, когда фактически администрация, третью полосу организовав, фактически оплачивает парковку для людей, которые там ставят свои автомобили. Об этом неоднократно, собственно, и говорили в администрации. Что вот есть такая проблема. Вы очень правильно говорите «оплачивают». Потому что многие люди воспринимают, что если они стоят сейчас и за это ничего не платят, значит, за это не платит никто. На самом деле не так. За это платим все мы. В том числе и те, у кого нет машины. Бюджет, собственно, да. Совершенно верно. Это наши общие деньги. То есть налогоплательщиков. Вот еще какой вопрос хотел. Почему именно по этому пути пошли? Потому что я знаю, что в Европе практикуется, к примеру, варианты, когда колеса автомобиля попросту блокируются. Человек приходит, неправильно припаркованный автомобиль, и чтобы разблокировать, ему нужно этот ключик, условно говоря, заплатить, сходить. Вот по этому пути почему они пошли? Вы знаете, многие вещи с парковками в Европе делаются проще. Но у нас есть особенности административного законодательства, которые не позволяют пойти простым путем. Ну, типа, идет парковочный комиссар, фотографирует, пишет квитанцию, ставит блокиратор. Все это запрещено Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Поэтому у нас сейчас есть только один путь. Это тот путь, который прошла Москва. Это фотофиксаторы. В этом случае человеку ничего не блокируют. Он может приехать и нарушить, постоять бесплатно, но за это ему придется штраф. Я правильно понял, вот вы сейчас упомянули про Москву, что имеет смысл воспользоваться опытом столицы. То есть те технологии, которые были отработаны там по парковкам, могут быть внедрены в Перми. Да, с небольшими нюансами, связанные с тем, что Москва это все-таки субъект Российской Федерации, а Пермь это муниципалитет. И второй момент, конечно, у нас существенно различаются финансовые возможности. Москвы и Перми. Но, в принципе, мы, собственно, не реализовывали этот проект, который, на мой взгляд, должен был быть уже 2-3 года, как в Перми действовать. Мы его не реализовывали именно потому, что ожидали прохождения, в том числе, судебных решений по Москве. Ну и сейчас как? Сейчас путь открыт, то есть технология известна. Есть у Москвы негативный опыт, всякого рода перегибы с эвакуаторами. Есть много технических сбоев, связанных с выпиской штрафов на людей, которые не нарушали правила парковки. Есть много, на наш взгляд, необоснованных расширений парковочного пространства. Думаю, что в Перми мы будем действовать разумнее и в более ограниченных масштабах. Плохой опыт тоже опыт, собственно, да? Да, но его тоже нужно учитывать. Вот еще один из вариантов решения проблемы с парковкой – это так называемый лимит времени, который не так давно, ну, относительно недавно был введен в перемен. У КДЦ, например, на улице пересечения Новосибирской Ленина. Вот такие варианты, они помогли в чем-то или они оказались неэффективны? Вы знаете, я бы сказал так, что вообще цель вот эти эксперименты достигли. То есть мы показали, что в случае, если ограничивается время, также мы приходим к ситуации, что на парковке в основном стоят посетители. И вот если посмотреть по тем парковкам, про которые вы сказали, там оборачиваемость парковочных мест в 2-3 раза выросла. То есть на одном парковочном месте в течение дня 2-3 человека стоят, а не один, как это было до этого. То есть все-таки помогает, да, эта система? То есть это помогает, но в то же время надо понимать, что это был некоторый промежуточный шаг, который мы проводили по той простой причине, что в это время еще мы не могли делать платные парковки. То есть законодательство было не готово. Сейчас все к этому готово. Аппаратура, которая стоит на этих парковках, будет использоваться для контроля платных парковок. Ну, в частности, я об этом и думал. Каким образом фиксировать такие вещи, контролировать? В том числе, я так понимаю, и с помощью системы видеофиксации? Ну, на самом деле только с помощью системы фото-видеофиксации. У нас на тех парковках, которые сейчас оборудованы стационарными камерами, будут работать стационарные камеры, на всех остальных будут работать мобильные фотофиксаторы. Причем они универсальные, они будут снимать и нарушителей правил остановки стоянки, передавать информацию в полицию и будут фиксировать время стоянки транспортных средств на платных парковках. Ну, я вот обратил внимание, что в проекте, именно в этой инициативе стоит участок в городе, который обозначен такими улицами, как Стровского, Пушкина, Попова, Акулова. Верно все, да? Почему именно этот участок? То есть, как бы это как эксперимент или здесь действительно самая большая проблема с пробками? Вы знаете, если мы откроем генеральный план, то там, как зона платных парковок, значится вообще весь центральный планировочный район. Здесь выбрана, ну, примерно треть центрального планировочного района по площади. И это участки, где острота проблем с парковкой наибольшая. Поэтому предлагаем с нее и начать. Ну, поясните, почему все-таки депутаты решили отложить вопрос по поводу платных парковок, и в декабре он рассматриваться не будет? Ну, как нам пояснили, в декабре, 19 декабря, будет рассмотрение этого вопроса на расширенном городостроительном совете при главе города. И на него приглашены депутаты. И там подробно можно будет в течение длительного времени обсудить этот вопрос с приглашением, в том числе, экспертов сторонних. И для того, чтобы полное мнение сформировать, и уже депутаты принимали решение с учетом мнения городсовета, решили отложить на месяц рассмотрения этого вопроса. Ну, что-то вроде общественных слушаний, правильно? Ну, да. Причем не просто общественные слушания, а в том числе эксперты. Ну, Максим Ильич, я желаю вам удачи с этим проектом. Я думаю, что если он будет у нас реализован, то пробок, ну, по крайней мере, надеяться на это будет меньше. Тоже надеюсь. Спасибо. Да, спасибо, что пришли к нам к эфир.